Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, ну возможно телезрители, это те люди которые видят нас на канале youtube на facebook и сегодня у нас очередная программа в рамках интернет портала радио центра сангейтс интернет портала радио центра сангейтс я скажу сразу телефон 847 226 9956 это для тех людей которые проживают на территории сша и канады и свободно могут позвонить нам в эфир после эфира для того чтобы побеседовать либо с нашими ну скажем так представителями с нашими учителями которые обычно приходят нам вот на радио центра сангейтс и делятся с нами своими достижениями обычно в обучении нас живущих на этой земле людей одним из таких человеков которым из таких людей которым мы сегодня беседуем является григорий макарон это человек который достаточно известен и не только на территории соединенных штатов проживающих в районе лос-анджелеса и григорий макарон является трансформационным коуч из америки то есть учителем из соединенных штатов америки создатель школы восстановления внутренней гармонии и семейного счастья создатель авторской программы которая называется препрограммирование или перепрограммирование создания и с помощью вот этой методики быстро и эффективно могут уходить для опять же для тех людей которые освоят эту программу будет легко и свободно уходить комплексы страха эмоциональные блоки и так далее и так далее ну а самое главное заключается в том что буквально со следующего понедельника мы начинаем программу это будет проект за григорием макарон который будет проходить у нас по понедельникам время в эфире прямой эфир у нас начинается в час дня по времени города чикаго 11 часов утра в лос-анджелесе 22 часа в москве ну большинство людей все-таки мы говорим на русском языке нас слушают на русском языке это территория бывшего советского союза и русскоязычная на территории соединенных штатов америки и канады григорий добрый день во первых да ну мы не первый раз беседуем с григорием на самом деле мы достаточно хорошо знакомы с ним но самое интересное заключается в том что григорий человек который изучающий веды причем на своем личном опыте знает что жизнь это то что нам всем надо проходить в течение вот этого периода и это путь созидания и двигаться надо выше и выше и выше и учиться и учиться и в то же время григорий обучает людей поскольку вот как я уже сказал самом начале является учителем коуч ну и григорий скажите я знаю о том что у вас есть постулаты вот эти постулаты определенные это ваши постулаты которые вы сами создали они взяты откуда-то вы их просто вот вот откуда-то вытащили обобщили или это ваша личная наработка вот основываясь на ведах миша скорее всего это золотая россыпь те бусинки которые самые главные мне удалось собрать в этой жизни потому что вы много раз сегодня сказали слово учитель но я хочу к этому добавить что я сам прежде всего вечный ученик я сам все время учусь и в моем понимании учитель это тот человек который делится теми знаниями которые он собрал в этой жизни как ученик и но это как раз было в первой части когда я сказал мы все учимся но в то же время но да действительно вы уже подучились и теперь вы можете обучать то что мы могли проверить на себе то что работает вот поэтому да вот такие я поделюсь сегодня с удовольствием всем таких очень важных я бы сказал самых важных постулатов жизни которые я лично придерживаюсь и которые я советую придерживаться другим людям потому что видите как как я считаю что ту программу которую мы с вами запланировали создать по понедельникам она должна помочь людям их поиски счастья потому что мы все хотим быть счастливыми и многие считают понедельник тяжелым днем а мы его с вами сделаем благодаря этой передаче днем легким днем ответов на вопрос ну на самом деле дорогие друзья я хотел бы поделиться дело в том что григорий макарон является автором определенной своей авторской программы которая называется выход из лабиринта мы все проходим участвуем в этом лабиринте мы идем по этим заголком нашей жизни и это постоянно действительно лабиринт из которого найти выход очень и очень сложно и поэтому вот по понедельника мы будем пытаться пытаться с помощью григория макарона я буду помогать тоже ему находить выход из разных ситуаций поэтому вы в любой момент можете нам позвонить я еще раз назову номер телефона восемь четыре семь два два шесть девять девять пять шесть и это также skype skype такой sun gates 1 0 8 sun gates это солнечный оборот только на конце буква с sun gates 1 0 8 пожалуйста пишите нам в этот skype вы также можете найти нас на фейсбук на сайте григория макарон на сайте sun gate center ну и я хочу еще последнее что сказать сегодня у нас предварительная программа это так сказать анонс вот той самой большой программы которая называться будет понедельник день не тяжелый а легкий и это как раз будет выходом из тех наших мировоззрений что ли то того понимания которая в нас уже внедрилась укоренилась о том что действительно нам так так тяжело григорий ну давайте мы начнем с ваших постулатов смотри миш самый первый постулат который начали поделиться мы пришли в этот мир чтобы жить счастливо к сожалению у многих людей это ну как бы ножка сбита потому что есть некие религиозные и другие какие-то мысли которые человеку из детства когда он не видел своего солнца и он считает что его жизнь это должно быть обязательно страдание жизнь так сказать что в этой жизни нам нужно страдать для того чтобы где-то потом в какой-то другой жизни или миру жить счастливым на самом деле я верю в то что мы все пришли сюда для того чтобы жить счастливыми и этому надо учиться поэтому второй постулат звучит так для этого нам надо понимать а значит изучать законы нашей жизни дело в том что вот ежедневно работая с людьми из самых разных стран я постоянно сталкиваюсь что вот эти тонкие законы нашей жизни нашего мироздания практически никто не знает это все равно что ходить по мирному полю без карты и люди все время взрываются хотите быть счастливыми изучайте законы жизни третий постулат наши главные задачи жизни это понять кто мы то есть каждый человек должен потратить свою жизнь для того чтобы осознать и постоянно осознавать кто он и потом осознавая это реализовать свои уникальные таланты то есть делать две вещи все время познавать себя как какой-то загадочный не изученный мир коим мы и являемся то есть не переставать удивляться тому кто мы есть потому что у нас есть несколько уровней сознания у нас есть первый уровень сознания нашего ума у нас есть более высокий уровень сознания нашего разума нашей души божественный уровень то есть мы должны все время возвышаться в нашем сознании и возвышаясь в нашем сознании мы будем проникать на новые уровни осознание и себя, и окружающую нас в реальность. Четвёртый очень важный постулат. Делать в жизни надо только то, что вы любите. Любите настолько, что сами готовы за это платить. Ещё раз. Делать в этой жизни нужно только то, что вы любите. И любите настолько, что сами готовы за это платить. Если вы будете жить по этому принципу, вы в жизни никогда не будете раб, от слова раб, работать. Вы всегда будете радостно творить то, что вы любите. И самое главное, результатом вашей работы будет глубокая ваша удовлетворённость. Удовлетворённость людей, кому вы дарите свои таланты. Естественно, в ответ вам будут посылать любовь и деньги. То есть вы будете всегда успешным человеком. Если вы смотритесь, вдумаетесь в истории тех людей, которые наиболее успешны, состоялись, то вы увидите, что они реализовывали свои уникальные таланты. И это приносило им и всему миру колоссальную пользу. Пятый постулат. Все неприятности в вашей жизни — это урок, а не наказание. Это урок, который помогает понять, что именно надо изменить внутри. Это вообще постулат один из самых важных. То есть в нашей жизни есть некая сила, которая постоянно опускается на нас. Многие называют это судьбой, жизнью, жизненными уроками. То есть всё время с нами что-то происходит. И есть два типа отношения к этому. Если вы к этому относитесь как жертва, то вы постоянно не принимаете то, что происходит. Вы постоянно жалуетесь, вы постоянно обижены. И жизнь будет продолжать вам давать свой урок. Но если вам повезёт, и вы поменяете своё отношение, и превратитесь в мудрого ученика, то вы сможете понимать, что всё, что не делается, делается к лучшему. Вам лишь надо понять урок и понять, самое главное, что нужно поменять внутри. Вот если вы перестанете менять окружающую действительность людей, а сосредоточьтесь на себе, то в этом случае вы начнёте учиться и открывать в себе колоссальные возможности. Учиться — это то, во имя чего мы сюда пришли. Но мы также пришли не с пустыми руками, мы пришли сюда с кармой. И эти законы надо изучать, понимать, что нам, каждому, достаётся именно то, что мы создали в предыдущем, в этом воплощении. Шестое. Наши мысли, слова и действия создают нашу реальность. Хотите изменить жизнь — поменяйте свои мысли и поступки. Мы являемся уникальным транспортным средством. Если вам не нравится дорога, по которой вы едете, она ухабистая, она мешает вам ровно ехать, вам надо уехать с этой дороги. Но прежде всего этого вы должны понять, что я хочу найти другую, более ровную дорогу. Очень так же в жизни. Если вы находитесь сейчас в не очень приглядном месте, вот это мне только что написала одна из моих клиентов, меня люди находят, из разных стран пишут письма, я стараюсь им по возможности ответить. Вот она написала, я всё время постоянно теряю работу, я главный бухгалтер, но я максимум могу продолжаться до полугода. И сейчас она ищет работу. Но когда я ей спросил, что вы ищете, она говорит, ну что-то я ищу, я думаю, я пару месяцев продержусь. То есть что она сделала? Она создаёт образ и мысли, которые реализует в своей же собственной жизни. И не понимает, что она является главным сценаристом, оператором и главным героем своего же фильма. Хочешь поменять сценарий фильма, поменяй свои мысли, поменяй свои поступки. Но многие люди не знают, как это делать. Они запутываются в этом лотерейке и ходят по нему всю жизнь. Именно этим мы и будем заниматься по нашим понедельникам, помогать вам находить выход из ваших лабиринтов. И последнее, последний седьмой постулак. Всё, во что вы можете поверить, станет вашей реальностью. Смысл заключается в том, что предела возможности этой жизни нет. Я сейчас читаю книгу, лично знаком с человеком, которая в Америке называется «Миракл Мэн». Вот это обложка книги. «Миракл Мэн» это. И вы видите на ней, если видите разбитый самолёт. Этот человек, который в 80-х годах потерпел аварию, разбился на своём самолёте. Его привезли поломанного, разломанного. И вообще никто не верил, что он может жить. Никто. Этот человек поломал первый-второй шейный позвонок, был парализован под шеей. Единственное, что он мог делать, это моргать. Он не мог ни дышать, ни кушать, ничего. И ему вообще никто не верил, что он будет жить. Кроме него самого. Он лично принял решение, что он будет жить. И единственное, что он мог делать, моргать одним глазом. Ему составили алфавит, и он этим глазом проморгал через какое-то время в России, что через 4 месяца я сам войду в ваш кабинет и пожму вам друг. Ну, вообще его считали просто сумасшедшим. Все, кроме него. И самое смешное, что он смог это сделать, он смог полностью вернуться к жизни, как нормальный человек. Поэтому его назвали Miracle Man, они сняли кино. Я таких людей изучаю. Я купил сейчас его курс, я его читаю, и я вот таких людей, такие примеры стараюсь сделать, ну вот как-то обогатить мою жизнь, и обогатить жизнь, те, с кем я общаюсь. Поэтому еще раз напишу, все, что вы можете поверить, станет вашей реальностью, если вы сможете поднять свою планку. Поэтому наши понедельники, это тут дни, которые вы сможете повышать свою планку. А значит, прыгать выше, жить счастливее, лучше и интереснее. Спасибо, Григорий. На самом деле, это действительно так, поскольку предназначение человека, так сказано в ведах, быть счастливым. И вот как минимум я насчитал, три, мне кажется, четыре постулата именно подходят. Но для того, чтобы быть счастливым, надо знать свое предназначение. Именно вот это у меня написано в моем личном скайпе. Это очень просто. Надо всего лишь знать свое предназначение. То, что называется на санскрите дарма, или то, что называется Purpose of Life на английском языке, или свой путь в жизни. С ней талантливый. Да. И я не просто надеюсь, а я практически убежден в том, что с помощью нашей программы, с помощью нашего друга Григория Макарон мы сможем помочь, и мы сможем и сами участь. Потому что, ну, считается так, что даже учитель, который обучает учеников, он у них учится. Обратная связь всегда есть. И у каждого есть своя индивидуальность. Ну, и я надеюсь на наше общение. И не только с Григорием Макарон, а опять же с вами, дорогие друзья, которые могут нам в любой момент позвонить. Еще раз. Телефон 847-226-9956. Написать на скайп. Это SunGates108. Ну, и найти нас в Facebook, YouTube. И в скором будущем вот эта пилотная, предваряющая нашу программу, версия сегодняшнего. А сегодня, я должен сказать, 17 августа. 17 августа 2015 года. Как раз-таки, ну, знаменательная дата. Почему знаменательная дата? Могу вам сказать, как нумеролог, 17-е, это цифра 8 в сумме. Август, это цифра 8 в сумме. 2015 год, это цифра 8 в сумме. Поэтому это очень важный момент. 3 восьмерки, Миша, это некая вещая дата, да? Это, ну, не то, что она вещая дата. Дело в том, что 3 восьмерки в сумме будут давать 24. А 24, это, вообще-то говоря, Венера. Восьмерка сама по себе Сатурн. Это планета. Труда. Я бы так сказал, это планета духовности в том плане, что именно в такое время человеку проще всего отрешиться от всего того, к чему он привык, к такой удобной, комфортной жизни и заняться обучением. Потому что учиться, это всегда, надо сказать, тяжело. Это тяжело. Но еще раз, Григорий, с вашей помощью, я думаю, мы пройдем по этому пути. Это будет легко, несмотря на то, что понедельник, как бы считается, день тяжелый, как мы сказали. Но это неправда. Мы его полностью поменяем. Как я сказал, все, во что мы можем поверить, станет нашей реальностью. И так отныне в понедельник и станут днями радости, легкости и полезности. Абсолютно точно. Хорошо. Мы на этом заканчиваем нашу программу с Григорием Макарон. Повторяю, это предварительная пока еще программа. А настоящая программа начнется уже в следующий понедельник. И это у нас 24 число. 24 число. Напомните, пожалуйста. Время это у нас будет час дня по времени города Чикаго, 11 часов утра по времени Лос-Анджелес, 20 час... 20 час в Москве. 21 час. Если у нас 11, у нас будет в Лос-Анджелесе 11 часов, то это означает в Москве, это будет 9 часов вечера. Да, да, совершенно верно. 21 час по Москве. Так что нас будут слушать, если будут нас слушать, я не сомневаюсь, что будут. Так что, в общем-то, на многих континентах. Дорогие друзья, с вами прощается Центр Сан-Гейтс, Радио Центр Сан-Гейтс, Григорий Макарон, я Михаил Мелехов. Григорий, спасибо. И до новых встреч. Спасибо, до встречи. До встречи. До веселого и радостного понедельника. Да. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова